Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из важнейших тем, которую вам нужно знать для устройства на работу. Потому что она идёт такой вот жирной строчкой, в разных требованиях на работу вы можете увидеть умение работать с современной графикой, умение работать с серетинодисплеями и с дисплеями с высокой плотностью пикселей. И вот давайте разберём мы с вами, что такое эта плотность пикселей, то есть я расскажу, что это, зачем это нужно, и покажу практически там что около четырех вариантов как можно с ней плавненько хорошенько работать чтоб к вам не было претензий вы сейчас посмотрите это видео мало того что вы обучитесь чтобы к вам не было претензий также вы получите и теоретическую информацию когда он будет задавать вопросики на собеседовании вы будете давать им ответики тоже на собеседование и так сегодня у нас тема плотность пикселей что такое значит плотность пикселей надо начать рассматривать с того что такое пиксель пиксель это такой маленький квадратик и из таких маленьких квадратиков когда их очень дофигища состоит наши мониторы мониторы на мобильных телефонах мониторы на компану типа компьютерные мониторе телеки и так далее значит помимо этого нужно понять что изображение которое у нас есть компах и по цифровые изображения которые фоткают на фоткаются на фотоаппарат они тоже настаёт из вот этих квадратиков то есть если мы возьмем любую фотку и и сильно увеличим то мы увидим что она состоит из вот таких вот квадратиков они разного цвета и получают эти квадратики они хранят информацию о цвете прозрачности там если она есть и короче из вот этих квадратиков получается полноценное там изображение клубники со всяким вот то есть вот такая вот история пиксели это вот эти маленькие квадратики и соответственно помимо того что они вот на фотке они точно также и физически это маленькие квадратики из которых состоит например вот этот мой монитор на которые сейчас смотрю и точно также ваши мониторы на которых вы сейчас смотрите мониторы имеют физическую ширину и физическую высоту и вот зависимости сколько сможет разработчик которые именно типа на заводе делает эти моники сколько сможет впихнуть туда пикселей тем круче будет монитор потому что чем больше пикселей тем больше качество изображения вообще тем больше качество изображения и все и нам типа очень кайфово вот посмотрите вот сравнение у нас есть двух монитором в одном написано 81.6 пипи а сейчас объясню это в одном 109 и мы видим что там которым их больше мы видим клубника короче более четкая нам специально там увеличили более четко вообще там ну прям красиво да а здесь ее немного ну то есть подустала что это такое петель это величина которая характеризует сколько пикселей впихнули в один квадратный дюйм в один квадратный дюйм там дюйм я сейчас могу ошибаться я не смотрю по моему два с половиной сантиметра по 2 с половиной 2 с половиной плюс минус такое вот здесь в один квадратный дюйм впихнули 81.6 пикселей а здесь пихнули 109 пикселей и мы видим изображение намного четче поэтому мы можем с вами сделать как бы суперсложный вывод чем больше пикселей на пиху впихиваем в один дюйм тем изображение круче также я хочу вам сказать что вообще количество пикселей на дюйм она как бы рассчитывается по форму ну типа не по формуле а короче чем ближе к нам монитор находится тем там должно быть больше пикселей на дюйм чем дальше тем меньше потому что дальше она сглаживается то есть на теле как может быть меньше там а самые устройства которых самая высокая плотность пикселей на ваш мобильный телефон они первые начали вот эту вечеринку потому что мы втыкаем в них близко и соответственно там нужно производителю технику впихнуть туда очень много пикселей что-то изображение бы я красивая плавника 6 и он не впихнет там будет уродство и так вообще на типа на часах точно также история и так значит вот это число это количество пикселей на дюйм то есть берется что-то типа вот такого то есть сначала просто вот был один дюйм и был пиксель размером 1 дюйм на 1 дюйм из этого там делали монитор условно такие мониторы мы можем увидеть на каких-то концертах там где ты типа далеко смотришь и тебе нормально потом в этот же размер впихнули типа на вот эти цифры не смотрите 124 16 кое-что другое потом взяли сюда впихнули 4 пикселя то есть пиксели смогли делать меньшими и изображение стало еще четче потом 16 пикселей и так далее то есть начали впихивать соответственно изображение получалось красивым и четким окей первый тип который приду ну то есть первая компания которая придумала такие дисплеи там где в один дюйм впихивались намного больше пикселей там x2 x3 по отношению к этому это была компания apple она придумала к этому этой все вечеринки маркетинговое название кто называется рейкина то есть реки на дисплее это плавские типы но точно также мы видим это просто фактически дисплей с высокой плотностью пикселей и у нас есть от других производителей много дисплеев с высокой плотностью пикселей они просто не могут называться рейкина вот поэтому это типа как ксерок себя этот ксерить мне там какую-то бумажку но это просто типа название прибора да вот на самом-то деле ну и так она короче повелось и поэтому все сейчас так сказать просто народе если видят если есть монитор с высокой плотностью пикселей вот именно разработчики не это это все реки на дисплее так вот есть мы от этого должны сделать небольшой такой творческий вывод о том что есть дисплей с маленькой плотностью пикселей есть дисплей с большой плотностью пикселей целом считается вот так обычные дисплеи вот такой как у меня у меня самый обычный 1920 1080 у меня 96 пипи айтусе 96 пикселей впихнули в один дюйм короче у меня их 96 но есть на ну то есть но дисплей с большей плотностью это например это считается 96 считают нормальная плотность то есть все красиво если меньше 96 там мы уже видим такое побитое изображение мыльность и всякое такое вот 96 есть типа высокая это два раза больше там сто девяносто два сто девяносто два это x2 то есть таких у apple много мониторов там типа более качественно и есть у нас еще x3 ну там понятно всякое может быть и маркетинговая чуваки любят писать там какие-то за облачные цифры есть еще типа 96 умножить на три двести что там восемьдесят чем-то получается это моники типа с очень высокой плотностью пикселей и больше смысла делать нет потому что наш человеческий глаз уже не видит разницы по моему 288 там больше чем такое количество пикселей на 1 квадратный дюйм типа нет смысла делать потому что глаз не видит окей я рассказал вот эту всю подоплеку вот это все конечно очень красивая вот эта вся бурня и так далее где тут в общем мы где тут разработчики сайтов которым нужно вот нафиг нам это нужно знать а нам нужно это знать потому что графику нам нужно готовить соответствующим образом если у нас перед нами у пользователя который будет открывать наш сайт у него монитор с повышенной плотностью пикселей ну допустим он на маке будет откой работать да то нам нужно и картинку вставлять с двойной плотностью пикселей то есть который пикселей в два раза больше то есть например стандартная какая-то картинка 150 на 150 но мы должны вставить картинку 300 на 300 потому что если мы вставим тут есть и обратная сторона медали если мы вставим изображение 150 на 150 там где реально 150 пикселей на 150 пикселей в монитор там где в таком же 150 до находится 300 то она будет мыльным и это очень сильно бросается в глаза на монет на таких крупно хороших монитора да то есть вот например сейчас покажу пример я взял на mac просто картинки у которых размер 700 на 525 700 на 525 и вставил три разных картинки ведь они совершенно разные значит это я вставил на винде но выбрал есть в инспекторе инструмента то есть стандартная это вот у меня на мониторе типа один пиксель у типа 96 пикселей а здесь я выбрал и под двойная плотность dpr здесь вот можно настройках выбрать девайс пикшел рейшин вот короче я вставил 2 как будто это мой монитор превратился в монитор двойной плотностью пикселей ну типа программно чтобы посмотреть как этого получается она не так типа четко как на маке это видно но тем не менее и я вижу что первое изображение в котором реально находится 700 пикселей там на 500 или сколько там бы я только что показывал вот это изображение 700 на 500 мы видим что короче немного мыльное лицо у девахи немного такой тусклый короче мэрс номерной знак там и уже такой не совсем четкий да и вот подружание которую x2 плотность пикселей под носить по отношению к вот этой и уже все там радости ну короче то есть реальное изображение более насыщенная более четко здесь x3 то это вообще кино я делал этот скриншот с мака не сильно тем отличается не сильно видно она на разных изображениях как бы по-разному но тут явно видно что это более уже изображение это лучше и бывает очень много ситуации реально когда ты вставляешь изображение она маленькое изображение может быть еще точно так же она просто сильно мылится на реки на дисплеях или лети ну и и короче и дисплеях с высокой плотностью пикселей хакарики на дисплей это тоже дисплей с высокой плотностью пикселей просто apple придумала и сказали все это наша короче тема в общем чтобы вы не путались я вам рассказал вот разница типа ретина это это маркетинговое название если что там козырнете на собеседовании может вас чувак спрашивать в целом разработчики между собой говорят что если тебе нужно типа крутое изображение это все реки на дисплее и так то есть вы увидели разница есть разница есть теперь что нам делать я показал что как бы разница есть то что нам делать как поступать в ситуации когда типа что чтобы у нас на маках тоже было окей и это не было как-то сильно избыточное сильно перезагружена я для вас подготовил несколько схем как вы можете ну как не то что вообще как современном мире работают чтобы вы сверстали и у вас сайт нормально смотрелся и на маках нормально смотрелся и на не маках на обычных мониках и так значит первый у нас способ это древний способ которым спой использовали древние значит люди его использовать не надо но вы должны понимать что такие способ есть он естественно поддерживается там всем как только можно если вам нужно вставить изображение размером например 150 пикселей на 150 то вы должны вырезать или попросить дизайнера чтобы он вам дал это же изображение в размере 300 на 300 то есть ты просто берется изображение 300 на 300 качественная и в коде пишется что его размер будет 150 на 150 можно писать как ваш тем или так и все сессии это одной ну типа взаимозаменяемая история да все и получается что фотка больше мы и уменьшили тем самым мы увеличили количество плотности пикселей в два раза и такое изображение будет нормально смотреться на реке на дисплеях это первая схема как это решить окей окей она плохая почему потому что мы используем изначально в два раза более тяжелое изображение есть более современные варианты реализации вариант реализации номер два это использование медиа запросов значит в чем прикол этого метода то есть это когда вам нужно вставить вот эту картинку на фон тогда вы используете вы просто пишите например это нужно написать для секшена вы просто пишите background image уру иставляете просто картинку там допустим это lamborghini urus urus gpg а пишите ниже вот такой вот специальный медиа запрос который нам написано мин резолюшен 2d ppx 2d ppx это означает что вот эта картинка вставится на мониторы с двойной плотностью пикселей то есть браузер эту тему секрет он эту тему понимает он эту тему юзает и он и по соответственно на обычных монитора будет вставлять в эту они на обычных монитора будет вставлять вот эту вы можете зайти на кино use вылупить туда мин резолюшен и посмотреть какая поддержка там она хорошая ну то есть мощная довольно таки поддержка вот такая схема да значит минус этой схемы это если у вас много медиа запросов да может быть немножечко печаленько там с точки зрения скорости загрузки страницы поэтому тут нужно смотреть вот количество медиа запросов вот давайте я вам расскажу сейчас третью схему очень мощную как вставлять это более современно но там позже она поддерживается очень неплохо но есть как бы если вам не хватает каких-то браузеров то вам может следует обратиться на вот эту вот схему так сейчас я хочу вам рассказать вот эту схему давайте перед тем как я расскажу эту схему у меня есть небольшое объявление для людей которые хотят изучить java script то есть для тех кому нужен java скрипт там для вашего дальнейшего развития построение карьеры и так далее у меня для вас есть неплохая такая новость значит в чем она заключается она заключается в том что я создал некий курс который называется основы джаваскрипта его можно назвать там например джаваски для верстальщика то есть это курс он рассчитан на плавное вхождение в тему джесса я его попытался создать таким чтоб вы ну типа не испугались этого языка а было много аналогии примером зачем то есть например у меня и я знаю что такое у огромного количества людей люди берут начинают изучать java script открывают какой-нибудь там основы джаваскрипт или там джесс как этот лен джаваскрипт точка ру или что угодно какой-то сайт и по или книгу и не на давай начинают изучать там операторы что такое ну кей идентификаторы массивы объекты функции циклы и не могут нарезать как бы дупля в том плане а зачем это вот чувак изучает массивы он берет меняет элементы массива в местами там он и их как-то сортирует как-то удаляет как-то добавляет и вот этим занимается какую-то неделю и забивает на это все болт потому что типа он не понимает смысл зачем это нужно делать то есть падает мотивация как бы это все идет коту вы сами понимаете куда вот и соответственно ну все крики паника поэтому я решил создать курс по основам чтобы он не был таким каким-то большим там где бесконечно нужно учиться но таким которым вы поняли нафига это надо и смогли зацепиться объясняют программа короче так это небольшой курс то есть он достаточно коротенький но он такой который вхождение он дает значит он состоит из двух частей в первой части будет идти речь об вот этих базовых вещах которые нужны для того чтобы что-то от java скриптизере то есть идентификаторы операторы типа данных условно условное ветвление циклы функция массивы объекты возможности современного синтаксиса java скрипт обработка коллекции массивом поэтому мы закрепим все полученные знания на практическом примере объясняю то есть простыми словами я очень в легкой форме пройдусь по вот этим всем штукам и в каждом случае когда я буду проходиться я буду объяснять зачем это нужно на примере каком-то из мира вам знакомого там типа из мира вёрстке там где из мира тебе надо чтоб ты нажал на кнопку что-то произошло и ты понимаешь окей мне нужно такие то какие то вещи вот так вот тут их будет достаточно сложно да потому что тебе нужно будет чтобы объяснить например нужно подключить и вот это и вот это и вот это поэтому мы быстренько переходим второй части пока еще это не забила нам голову и мы бесконечно не разбираемся в объектами мы переходим более интересной максимальной практической части то есть нас ждет работа с дом работа с дом java скрипт то есть а именно поиск элементов работа со свойствами и содержимым элементов создание наполнения дом элементов и мы напишем как минимум два крутых проекта которые выведут в основу новый уровень например мы можем написать там типа хорошую форму отправки сообщений рабочую которая будет отправлять сообщение которое можно будет прикрепить какой-то файл который будет валидация и каждая вот эта строчка вами будет понятно и у вас начнет собираться пазл нафига вы изучали циклы то есть мы я такой вот видите мы тут проходили про цикл я вам рассказал то-то 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 и мы сейчас там их собачили вот сюда-то там сюда там такой-то такой-то проект там функцию мы изучали вот мы ее собачили там массив вот мы его собачили там то-то то-то и вот то есть курс рассчитана две-три недели я буду смотреть по успеваемости он такой легкий воздушный но как раз практически то есть у вас будет по выходу понимание что и когда вы уже до дальнейшем возможно со мной возможно там самостоятельно это уже как получится мы посмотрим с вами вы будете изучать массивы или объекты и будете исключать там бесконечное количество методов и вы такие блин я понимаю нафига это нафига вот этот метод я его там заюзал там-то там-то и так далее так далее так тем более с я не зря тут написал что возможности синтаксиса современного с ним легче понимать как мне кажется вот значит старт курса 26 августа чтобы записаться переходите на эту страничку оплачиваете вам на почту приходит всего там что нужно все инструкции это самое поскольку этот курс только будет стартовать это будет это самая низкая цена такой цены не будет никогда поэтому welcome на борт потому что если я буду запускать следующий поток потом то он будет дороже это очевидно я всегда первый поток делаю ниже стоимость вот короче если кому вот эта история интересная переходить я ссылочка в описании на вот и в общем то попадайте и мы с вами скоро стартанем и вы закройте для себя вопрос вам не нужно будет бесконечно думать что он думать и какую литературу и так далее и тому подобное а мы с вами переходим вот сюда я вам показал показываю третий вариант как подключить изображение вас кстати может к этому моменту уже как вот здесь спросить что такое урус собака 2x урус собака 2x это как раз таки изображение в котором в 2 раза больше пикселей чем вот в этом изображении как достать такое изображение такое изображение достается очень просто фильме есть соответствующая панель к то есть если вы хотите например скачать вот этого изображения вот этой фары то вот вы ее как бы стандартно берете тут видите написано 1x 1x это будет суффикс вы этот суффикс сможете менять тут jpeg png а вот теперь прикол плюсик нажимаете плюсик нажимаете и вот у вас уже когда вы нажмете экспорт у вас экспортнется три изображения стандартные с двойной плотностью пикселя и с тройной плотностью пикселя вот соответственно вы себе сразу короче ну качаете плотность необходимую которая вам нужна это можно делать фигмы это можно делать специальными программами помощниками которые будут вам помогать но тем не менее вот здесь вот у нас вариант секшен там где и мэйдж из урус двойное для двойных мониторов для тройных тройное соответственно тройной медиа но так можно написать очень то что я говорил много медиа запросов это будет как бы влиять на скорой загрузки и вот у нас есть вариант более предпочититель чуть менее имеет поддержку но тем не менее уже очень такую хорошую солидную и как вы подключаете для секшена в этом случае то есть вы просто пишите background имейдж и вставляете обычную урус как говорится для всех для тех кто любит и фанатеет с детства и не меняет своего выбора любит интернет explorer для меня и именно держит старую версию какую-нибудь такими как бы ребятами понятно дальше это работает для браузеров сафари файр сафари chrome потому что здесь у нас есть вендорный префикс webkit и дальше в урле мы просто прописываем соответственно сначала у нас идет первым урус двойной плотности пикселей и мы обязательно через пробел здесь пишем 2x и следующий урус это короче урус с одной стандартной плотностью пикселей 1x то есть он не будет принимать вот это эти браузеры будут принимать вот этой соответственно загружать необходимое изображение в чем как бы прикол до прикол же в том что она не будет грузить вот это изображение не будет грузить вот это если она шарить вот это то есть у нас идет загрузка только одной картинки и в этом большой плюс браузеру не нужно тарабанить всю графику как было раньше и также вот классический имейдж сет который работает отличнейшим образом firefox здесь у нас я прописал вам для более понимания еще добавил современные форматы изображений айвив и в пи где-то на канале я о них рассказываю меня есть видосик вот поэтому здесь у нас что просто пример как использовать то есть мы сначала прописываем более предпочтительные варианты и потом в конце пишем менее предпочтительно то есть лучше всего у нас алив подходит поэтому пишем 2x алив и мэйдж и тайп указываем и алив здесь и мэйдж алив это у меня что урус написалось и мэйдж алив 2x соответственно 1x 2x 1x для изображений в пи и для конечные у нас идут изображения пинжи то есть чтобы понимали это вот такая вот штука я вам уже не рассказывал про и мэйдж сет но тут стоит напомнить то есть вы его так и на собеседованиях так и чашите что лучше всего если нам на фоновое изображение то использовать вот такую вот штуку если нам не канает поддержка у браузеров то есть что-то там у нас сверхъестественное тогда может есть смысл мин резолюшен навернуть и у чувака там просто он как же долго я тебя ждала скажет этот разработчик типа давай запрыгай пожалуйста к нам в команду побыстрее и самый нормальный подход современный для если нам нужно изображение вставлять не все ссов html то вот пикчер сейчас я про него расскажу вообще стандартные вы можете обычному amg написать в src стандартную картинку а в src картинку с двойной плотностью пикселей и через запятую картинку с тройной плотностью пикселей это отлично будет работать если вы будете попадать если пользователь у которого монитор стройной плотностью пикселей будет заходить на ваш сайт то его будет грузиться только вот эта фотка с двойной плотностью только вот эта фотка и с одинарной только вот эта фотка соответственно все проблемы как говорится решены то есть вам не нужно подгружать все изображения и самый топовый вариант это вот этот через tag picture коля что пошло не так через tag picture самый топовый вариант вы прописываете picture здесь внутри у нас есть им джей в этой им джей у нас идет стандартный там типа урус тот который нам нужен дальше у нас есть соус этих соусом может быть только ну сколько угодно нужно то есть это например для 2x а это например для 3x то есть вот здесь когда мы пишем 3x 2x это браузер считывает и соответственно грузит определенную картинку но также здесь еще есть соус сси сет очень прикольная история которая называется медиазапрос то есть вы можете регулировать количество кто изображение которое загружается например здесь указано что давайте если уберут то что я только что дописал это как качестве примера а стандартную штуку то здесь у нас видно что обычно будет загружаться у старых браузерах вот этой ну в смысле не стали браузера короче в обычных мониторах вот эта фотка в мониторах которые имеют двойную плотность пикселей у нас будет загружаться вот это но если монитор меньше чем 768 например на мобильном телефоне то у нас вообще другая быть картинка загружаться урус мобайл или урус мобайл 2x а вот соответственно через запятую то можно написать урус мобайл 3x и всякое такое вот как то так как то так то есть вам для современного подхода достаточно вот этого и функции имейдж сет но опять же нужно проверять чтобы она все устраивала заказчика имеется ввиду поддержка браузера которая у него нужно потому что это может быть какой-то например магазин для не знаю продажи каких-то вещей которые покупают старые типы и им важно чтобы ну заходит которые с интернет-эксплорера там со своего завода и важно чтобы картиночка загрузилась вот но у нас есть схемы да то есть это загрузится и здесь загрузится а это загрузится более крутом варианте потому что старого интернет-эксплорера да ты там какой-то ретина дисплей смекаете окей все по моему все что я вам хотел рассказать то есть вот такая вот нас история с плотностью пикселей теперь будьте готовы и собеседование вы будете проходить как бы на изич а на изич а хорошо спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал знаете подписывайтесь на канал и ставьте лайки потому что ну это же как бы вообще нормальная история положительная такая душевная и прекрасно увидимся в следующих видосах всем пока пока